Год назад советскую символику на Украине запретили, правда на нее быстро нашелся спрос. На памятниках теперь делают бизнес. Репортаж Юлии Ольховской. Ленинопад на Украине сначала был стихийным и почти бандитским, как в Харькове, когда националисты, расправившись с Ильичом, стали избивать горожан, не согласных со сносом монументы. Позже борьбу с памятниками советской эпохи легализовали депутаты Верховной Рады, проголосовав за закон о декоммунизации. И борьба эта на Украине быстро приняла коммерческий характер. Исчезнувшие с улиц монументы стали появляться в интернете. Их активно продают на местных сайтах объявлений. Например, за бронзовый памятник вождю, демонтированный в Барышевском районе и раскрашенный в цвета украинского флага, просит 15 тысяч долларов. Звоним продавцу. Это было, пока его не помяли. Приезжайте, смотрите, договаривайтесь. Я думаю, торг уместен. А доставить можете по месту требования? В Россию доставить можете? В Россию? Не знаю. В принципе, мы не доставляем. Если придет ваша машина, мы загрузим. Нам хоть в Россию, хоть в Китай, хоть в Америку, все равно куда. Проблем с вывозом, пообещали нам, на границе не будет. После принятия закона о декоммунизации на Украине памятник Ленину, утверждает продавец, не считается предметом искусства и его оформляет как обычный груз. Кому продавать вопрос тоже непринципиальный. Предложения поступали даже лидеру запрещенной на Украине коммунистической партии Петру Симоненко, которого на родине прокуратура обвиняет в сепаратизме. Кое-какие деятели вот такого местного разлива пытались и к нам обращались. Вот вы давайте купите этот памятник. Многие ведь из бронзы изготовлены были. Я говорю, мы не покупаем. История, это принадлежит народу. Несколькими монументами, как выяснили местные журналисты, заинтересовались в Китае и Израиле. Впрочем, и на Украине, наваждя революции, приличный спрос. Снесенного в Харькове Ильича местные жители растащили на сувениры, а позже продавали их в интернете. Но спытались обменять на БТР. За бронзовое ухо весом в 32 килограмма просили 10 тысяч гривен. Это почти 35 тысяч рублей. В Киеве памятник Владимиру Ленину, который был установлен здесь, рядом с Бессарабской площадью, снесли еще во времена Майдана. Несколько дней его разбивали на осколки, молотками и кувалдами. А объявление о продаже частей монумента в интернете можно найти до сих пор. Вот, например, одно из них. У вас уникальная возможность приобрести кусочек истории, часть Ленина. Монумент был изготовлен из редкого материала, пишет автор карельского кварцита. Из него строили мавзолей в Москве. А стоимость зависит от части тела и веса. Бизнес на Ленинах – дело прибыльное, утверждает и коллекционер из Харькова. Бюсты, портреты и статуэтки расходятся, как горячие пирожки. Продал Ильича, купил поездку за границу. Через два дня приехали из Киева и забрали. А еще через неделю мы с Бабой оказались на Пукете. Мотоциклы, дам-дам, и все. И ни капельки не жалей. Насколько легально такая торговля – большой вопрос. Ведь если сами памятники объявлены в стране вне закона, вряд ли их можно на законных основаниях продавать. Те, которые торгуют частью памятников, они ведь торгуют потому, что те, которые находятся над ними, торгуют Украиной. И давно торгуют Украиной. Поэтому это в целом организованная преступная группа. И те, кому сегодня позволено воровать по-крупному, они просто эти мелкие шалости используют для того, чтобы здоровая часть общества не подымала свой голос в защиту этой исторической правды. Судя по тому, что интернет буквально пестрит объявлениями, а сами коллекционеры открыто рассказывают о бизнесе на Ильичах, вопросов у правоохранительных органов к ним не возникает. Как и к продавцам этого сувенирного рынка в самом центре Киева. В торговых палатках значки националистических партий на фоне сувенирных бюстов Ленина выглядят так же нелепо, как и реализация самого закона о борьбе с советской символикой. Дошло до того, что украинцы, недовольные переименованием улицы предприятий, решили менять не название, а их трактовку. Например, комбинат имени Ильича в Донецкой области переименовали в комбинат имени Ильича, объяснив, что теперь Ильич – это не Ленин, а местный металлург Зод Ильич Некрасов.